Во-первых, добро пожаловать в Махачкалу. Мы рады тебя здесь приветствовать. Расскажи, пожалуйста, в какой форме ты сейчас находишься? Как сам оцениваешь свое состояние? Ну, во-первых, спасибо большое. Я тоже очень рад, что пришел в Анжей. Все-таки это хорошая команда, которая играет в премьер-лиге, и я очень рад. И хочу отдельное спасибо сказать и руководству, и тренеру, что доверились. Значит, насчет состояния, хотел бы сказать, ну, я прошел реабилитацию уже, и вместе с крыльями я тоже тренировался. И потихоньку набираю форму. На сколько процентов ты оценишь свою готовность? Я пока бы не сказал. То есть, как сказать? Я не знаю, в процентах как оценивать себя, не знаю, если честно. Ну, так, потихоньку набираю форму. Скажи, пожалуйста, как вообще подошло лечение? Сейчас беспокоит тебя, или ты уже в порядке? Ну, да, операция была в июне, сделана в Германии. Профессор Грайнер мне сделал, он один из лучших в плечевом суставе и локтевом в Германии, в Регенсбурге. И, ну, все прошло хорошо, и быстрее я выжнулся, то есть, быстрее восстановился, чем ожидали врачи и команде. Так что, ну, бурсит, а, блин, я уже не помню там, что было. Когда ты впервые узнал об интересе со стороны Анжи и долго ли раздумывал? Ну, неделю назад мне позвонили. Я посоветовался с семьей и не очень долго, я думал. И сказал, да, что я готов перейти в Анжи. Ну, для семьи, наверное, от Махачкалы до Грузии ближе, чем от Самары, и менталитет, наверное, ближе, южный народ. Здесь должно быть уютно тебе. Ну, естественно, это ближе, это однозначно, на машине можно ехать. Насчет менталитета, я в Дагестане первый раз, и по ходу буду осваиваться. Пока что я не очень много знаю насчет Дагестана, но знаю, что здесь народ дружелюбный, и все-таки соседи с Грузией.